Многочисленные ядерные взрывы Межгалактическая война двух высокоразвитых цивилизаций Одной из которых были жители Земли Существует противостояние углеродной формы жизни и кремниевой формы жизни И вот кремниевая форма жизни, она чем и занимается В основном сталкивают эти углеродные формы между собой Масштабы Вселенной, да И мы стали одной из таких жертв Потому что наши предки не могли развязать этот апокалипсис Космическую войну развязали пришельцы из созвездия Ориона Нашу планету захватили инопланетяне-драконы Известные во многих религиях под именем сил дьявола Владимир Шемшук выдвинул версию Что выглядели они как прямоходящие рептилии Очень похожие на человека Практически у всех народов этих существ называют драконами Они могут принимать любые формы В том числе и нашу форму И у нас тоже эти были когда-то знания, возможности, способности Наша цивилизация, по мнению Шемшука, достигла высшей степени деградации То есть вошла в каменный век Благодаря разрушительным действиям пришельцев Сориона Сейчас, когда орионцы, например, закончили эксперименты О чем они пишут на своем сайте Зедоток Интернетовский сайт Когда они закончили эксперименты и получили удачные гибриды Что они с такой же количеством точек, как и землян На земляне стали уже не нужны Поэтому нас туда переселяют Забирают планету себе Прежде всего забирают логос В 1982 году НАСА признало вероятность существования планеты Нибиру Которая является точной копией Земли Журналисты Вашингтон-Пост писали Что национальное агентство ведет наблюдение за этой планетой С помощью телескопа С-5 На Южном полюсе Шемшук утверждает, что в скором будущем Инопланетяне займутся переселением землян на Нибиру Землю готовят очистить от человечества Сюда специально подогнали планету Немезиду или Нибиру И в ближайшее время начнется переселение Оно, в принципе, уже началось Наши там доблестные строители готовят площадки для принятия А здесь на земле стимулируется и провоцируется экологическая катастрофа Для того, чтобы люди сами запросились на эту Немезиду И очистили планету По мнению Шемшука, переселение человеческой расы на Нибиру Должно пройти без серьезных последствий для самой Земли Инопланетяне тщательно оберегают нашу планету для своих нужд Выходит, мы в плену инопланетных цивилизаций? И пришельцы из далеких галактик посещают Землю отнюдь не с мирными намерениями И более того, давно контролируют землян 1959 год На Северном Урале на горе Атартен погибает группа альпинистов Девять молодых здоровых людей, охваченные непонятным ужасом, умирают один за другим в невероятных мучениях Над этим местом десятки очевидцев наблюдают огненные шары Январь 1986 года В Приморском крае терпит крушение НЛО После этого на месте падения космического тела образуется аномальная зона В которой бесследно исчезают самолеты, а местные жители страдают от неизвестных болезней 1990 год Волгоградская область Местный пастух Бесен Мамаев видит в небе НЛО И через несколько секунд сгорает заживо Это только самые известные, самые шокирующие факты, подтверждающие, что НЛО способно убивать Но кто начал эту войну миров? Кто угрожает землянам? Инопланетные монстры? Неизученные силы природы? Или сами земляне? Февраль 1959 Над горами Северного Урала очевидцы уже неделю наблюдают необычные огненные шары Светящиеся объекты то приближаются к земле, то резко взмывают вверх И очень часто подолгу неподвижно висят над цопками В первые дни зрелище вызывало любопытство Потом уже панику Местные жители уверены, это боги разгневались Тем более, что священная гора, гора мертвецов Уже несколько дней не отдает альпинистов, посмевших включить ее в свой маршрут Пропавшую группу Игоря Дятлова ищут спасатели Сотни добровольцев пробираются через заваленные снегом перевалы Задействована гражданская и военная авиация Лишь на пятые сутки трое местных жителей натыкаются на одинокую палатку Ее стенки разодраны, а сама она пуста Рюкзаки, походный инвентарь и все припасы на месте Вот только личные вещи разбросаны в беспорядке Опрокинутый котелок с остатками ужина Шерстяные носки в разных углах палатки Одинокий валенок Складывается впечатление, что люди в панике покидали место ночевки Цепочки следов от палатки идут странным зигзагом Сходятся и снова расходятся Словно люди хотели разбежаться, но какая-то сила снова сгоняла их вместе Никаких признаков борьбы или присутствия других людей Никаких признаков какой-то природной катастрофы На границе леса следы исчезают, занесенные снегом Осмотр следов показал, что оставлены они босыми ногами Или одетыми в хлопчатобумажные носки Кто в валенок, кто в ботинок То есть это также подтверждает тот факт, что покинули они в палатку Спешки, даже не одевшись Через два часа после загадочной находки приходит сообщение Летчик Геннадий Патрушев в районе горы Атартен заметил фигуры двух лежащих на снегу людей Патрушев делает над ними пару кругов в надежде, что ребята поднимут голову Но ответа нет Через полтора часа в указанный район добираются спасатели У границы леса были обнаружены остатки костра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Название мрачной и труднодоступной горы Атартен, на склоне которой обнаружены пять трупов Переводится с языка манси как «Не ходи туда» Сразу за Атартен еще более гиблое место Гора девяти мертвецов По какой-то жуткой закономерности в этих местах находят смерть группы, состоящие из девяти человек Предания гласят Девять проклятое число, которое способно открыть дверь в обиталище злых духов Летчик Геннадий Патрушев хорошо знал местные предания И был уверен, что все это не просто фантазия аборигенов Манси говорили, что на горе Атартен Они видели своих богов Которые были в блестящей одежде И курили трубку Отсюда поднимались вот такие как бы кольца Но вот про эти кольца мне рассказывал и муж Пролетая над Уральскими горами, Патрушев не раз видел то, что не поддается объяснению Летчик был близким другом Игоря Дятлова Узнав о намерении Дятлова взойти на гору Атартен Геннадий уговаривает Игоря и его товарищей изменить маршрут Но Дятлов лишь подшучивает над этими страшилками Какие боги, духи и проклятия, когда на дворе середина 20 века А главный аргумент Дятлова – количество людей Их в группе Игоря не 9, а 10 Патрушев, как ни странно, тоже соглашается с этим доводом За что и винит себя всю оставшуюся жизнь Лишь на шестые сутки поиска группы в день, когда пятеро пропавших найдены мертвыми А еще пятеро, как в воду, канули В штаб спасателей приходит молодой человек Потоптавшись немного у порога, он несмело входит в комнату Ребята, произносит он, обращаясь к присутствующим Я 10-й Я не пошел И у всех медленно каменеют лица Юрий Юдин заболел в ночь перед выходом на маршрут И утром группа ушла без него В девятером Паника среди местных жителей нарастала И то, что историей с погибшими альпинистами заинтересовался Кремль Только усиливало страх Из Москвы приходит телеграмма Уже подписанная, в отличие от предыдущих писем, не какими-то там простыми чиновниками Помощникам генерального прокурора Киребиловым Ему сказано Прошу сообщить Здесь уже достаточно жестко написано Сообщите о результатах Каждого, кто хоть какое-то отношение имеет к поискам пропавших альпинистов Заставляют подписать документ о неразглашении государственной тайны А над местом катастрофы по-прежнему по нескольку раз за ночь появляются огненные шары Летчики, выполняющие полеты в этом районе Уже открыто говорят о том, что за ними следят НЛО Здесь чаще всего пролетали шаровидные НЛО, светящиеся От которых отходили лучи Причем лучи, по свидетельству многих очевидцев, освещали военные объекты То есть это военные заводы, части ПВО, которые здесь находятся поблизости Можно считать, что это был, видимо, какой-то шпионаж пришельцев, что ли Какое-то наблюдение Из Москвы приезжает куратор с особыми полномочиями Все пилоты, продолжающие поиски оставшихся членов группы Сдают офицеру письменные рапорты о своих встречах со странными огненными объектами Геннадий Патрушев в растерянности Как писать про то, что не поддается никакому объяснению? НЛО Сейчас объясняется это просто А тогда он просто не мог понять, что какие-то шары, какие-то круги А сейчас это объясняется просто НЛО Через три дня после страшной находки на Атартене В обстановке строжайшей секретности к месту трагедии вылетают два вертолета Криминалисты делают последние снимки погибших людей и разорванной палатки Замеряют расстояние, на которых тела находятся друг от друга и от места ночлега Наконец, четыре больших брезентовых пакета поднимают на борт вертолета Одна из машин взлетает и вскоре исчезает в небе Через 30 минут вертолет безо всяких видимых причин камнем падает в тайгу Первые четыре трупа вывозил вертолет Ми-4 Они первые погибли Вертолет разбился первый Погибло пять человек в вертолете Спустя несколько дней новая катастрофа Самолет Ан-2 совершает облет горы Атартен Летчики сообщают, что видят столб дыма, который поднимается с перевала После этого самолет врезается в гору Однако поиски четырех оставшихся туристов продолжаются В район трагедии вызваны лучшие спасатели со всей страны Люди, вооруженные металлическими щупами, день за днем идут единым фронтом Обследуя покрытый ледяной коркой снег Наконец, щуп одного из спасателей натыкается на что-то твердое Уже через 10 минут старшей группы держит в руках небольшой туристический рюкзак Из которого извлекает бесценную находку Походный журнал группы Дятлова Одна из последних записей, сделанная не рукой Игоря Вызывает у читающих сначала недоумение, а затем шок В ней черным по белому написано Что группа столкнулась с горным чудовищем Дневник группы сразу же в день находки отправляют на экспертизу в Москву Северный Урал застывает в тревожном ожидании Местные жители вспоминают случай десятилетней давности Тогда Мария Пахтусова, жительница небольшого поселка, стоящего на берегу озера Улагач Услышала сначала какой-то странный шум в курятнике, а затем громкий гортанный крик Когда женщина вышла во двор, то увидела высокую волосатую фигуру С горящими глазами и руками, свисающими ниже колен А это двуногое существо с неожиданной для его массы тела легкостью Перемахнуло через двухметровый забор и скрылось в лесу Когда женщина, слегка успокоившись и отойдя от шока, заглянула в свой курятник Ее ждало новое потрясение Куры все были разбросаны по курятнику И у всех у них были оторваны головы Неужели туристов погубило неизвестное науке животное? Все ждали, что скажут московские эксперты В этот день были найдены оставшиеся участники экспедиции Дятлова И эта находка вызвала новую сенсацию Причина смерти этих людей существенно отличается от причины смерти людей, находящихся в первой группе Из этих людей только один человек замерз Все остальные погибли от несовместимых с жизнью повреждений внутренних органов Однако странность ситуации стала понятна только после вскрытия Эксперты утверждали, все травмы носили не внешний, а внутренний источник повреждений Как будто удар был нанесен изнутри организма Это казалось еще более фантастичным, чем версия с горным чудовищем Следствие заходит в тупик И тогда близкий друг погибших Геннадий Патрушев начинает собственное расследование Однажды, спустя полтора года после трагедии, Геннадий Патрушев, вернувшись с работы, говорит жене, что нашел разгадку гибели Дятлова Но на все уговоры рассказать правду отвечает Потерпи, все расскажу после того, как завтра еще раз осмотрю с воздуха место их гибели Однако по странной случайности из этого полета летчик не возвращается Перед своей гибелью летчик говорил следующее Атакован какими-то яркими шарами Иду на таран Все, после этого никакой информации о нем не было Внешне это похоже на атаку НЛО Однако друзья Патрушева уверены В смерти Геннадия, как и в трагедии с группой Дятлова, виноваты не инопланетяне А секретное оружие землян И что-то вот в нашем военно-промышленном комплексе, это это Советского Союза, что-то произошел какой-то сбой Как раз они оказались там, где они не должны были быть А Патрушев, вероятнее всего, слишком близко подошел к разгадке трагедии Вслед за гибелью Патрушева началась охота и за другими свидетелями Хмурым ноябрьским утром на дороге Свердловск-Челябинск перевернулся автомобиль Отказали тормоза, как будто кто-то их испортил перед выездом Водитель получил тяжелые травмы и оказался на волосок от смерти Пассажир чудом остался целым Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Через некоторое время после этой автокатастрофы погиб врач Который производил вскрытие найденных на атертене трупов Его тело было доставлено домой к жене в закрытом гробу И жене было сказано, чтобы она похоронила его тихо и ничего не выяснял Где и как настигла смерть доктора, который утром, как обычно, ушел на работу? Почему никто, даже родственники, ничего не знают о причинах трагедии, оборвавшей его жизнь? Вопросов опять больше, чем ответов Еще спустя некоторое время на своей даче в бане с простреленной головой Находят офицера госбезопасности, который курировал расследование гибели группы Дятлова Следствие не сомневается в том, что случившееся самоубийство То, что погибший стрелял якобы правой рукой, которая уже несколько месяцев была парализована, никого не смущает После этой череды смертей невозможно сомневаться, что все это организовано с одной целью Скрыть истинные причины гибели группы Дятлова Какой-то участок Северного Урала был закрыт, куда не было доступа Ни спортсменам, ни даже пилотам О чем-то говорит Все исследователи трагедии на горе мертвецов уверены Туристы покинули палатку в состоянии паники Что-то пугает ребят настолько, что они разрывают изнутри брезент палатки и выбегают наружу Паническая атака гонит их вниз по склону Ребята останавливаются только пробежав вниз полтора километра Дальнейшие их действия лишены всякой логики Вместо того, чтобы сразу вернуться в палатку, где находится еда и теплые вещи Ребята пытаются развести костер И хотя рядом находится валежник, они лезут на деревья И ломают самые толстые и неподходящие для костра ветви Только через значительное время несколько человек пытаются вернуться в палатку Но делают это почему-то ползком Словно все еще находятся под действием страха В конце 50-х годов в СССР начинается разработка психотронного оружия Это оружие при помощи специальных излучений влияет на психику человека Вызывая чувство страха, а затем животного ужаса Действительно возникает ощущение страха смерти, дезориентации В пространстве возникают всякие видения Человек видит привидения Все, что готов увидеть в этот момент Родственников умерших, каких-то духов Все, что хотите Такое оружие могло свести с ума население небольшого города Или вывести из строя целую армию Мощный излучатель может оказаться причиной даже органических повреждений А понимаете, там идет кровоизлияние в сетчатку Кроме того, идет кровоизлияние внутренних органов Именно инфразвук мог вызвать странные повреждения внутренних органов От которых погибли туристы Версия с инфразвуком позволяет ответить на многие вопросы Однако, как объяснить, что в радиусе сотен километров от места трагедии Люди видели различные аномальные явления В частности, летающие шары Для проведения такого сеанса массового гипноза Потребовалось бы покрыть сетью инфразвуковых излучателей Всю территорию Северного Урала Вряд ли кто-нибудь в СССР отважился на такой бессмысленный и небезопасный эксперимент Разработка психотронного оружия была хоть и важной, но не приоритетной задачей Если эта ракета была запущена с аэродрома Байконур Или еще на юге есть у нас наверняка ряд объектов, которые могут запускать ракеты И она летела в сторону Новой Земли, где у нас полигон для этих взрывов То совершенно спокойно строится траектория Перевал Дятлова как раз попадает в область Если по какой-то причине ракета отклонилась от цели и стала падать в районе горы Мертвецов То во время падения могло возникнуть губительное инфразвуковое излучение Ракетная версия также объясняет появление огненных шаров над Северным Уралом В конце 50-х годов в СССР проходили испытания ракет Вокруг которых специально создавалось так называемое натриевое облако Натрий входил в окислительные реакции с атмосферой И давал тем самым яркий шар И видно было как ракета летит и куда Она же просто летит и летит А так вот вроде как наличие натрия давало возможность проследить ее траекторию У такого метода слежения за ракетами был один серьезный недостаток Натрий смертельно опасен для человека У тех, кто невольно оказался на месте падения этой ракеты Не было шансов на спасение Теперь мы можем достаточно точно восстановить картину произошедшего После небольшого походного ужина ребята устраиваются на ночлег Неожиданно раздается какой-то странный гул Руководитель группы Игорь Дятлов берет фонарь и выходит, чтобы посмотреть на происходящее Дятлов видит, как со стороны горы мертвецов на палатку движется гигантский огненный шар Игорь кричит, чтобы все выходили Но свечение становится настолько сильным, что становится заметным И через брезент палатки Возникает паника Кто-то роняет рюкзак И тот блокирует выход Ребята в ужасе разрезают палатку И кто в чем выскакивают на снег Шар превращается в огненную лавину Это пары натрия, которые убивают на своем пути все живое Люди в панике бросаются вниз по склону Но бежать бесполезно Едкие пары натрия вызывают ожог роговицы глаз И это вызывает слепоту Тот, кто пережил волну инфразвука, пытается развести костер Но для ослепших людей это невыполнимая задача Слепые люди в состоянии паники, они обречены А если кто-то и выжил, то, вероятно, им помогли умереть И сделали это те, кто пытались скрыть истину об этой трагедии Вывод напрашивается очень жуткий Вывод, до которого я бы никогда не додумался Но если все это правда, то их могли туда просто сбросить И засыпать сверху снегом Допустим, в бессознательном состоянии Однако вряд ли тайну горы мертвецов можно считать разгаданной В 1962 году в районе этой горы погибает группа туристов Так же, как люди из группы Дятлова, они в панике бегут из палатки Бегут в разные стороны Их тела, найденные на равном удалении от палатки, образуют ровный круг Создается впечатление, что место, где погибли туристы Было накрыто каким-то колпаком И люди умерли, ударившись о его стенки Через три года новая трагедия Исчезает группа геологов После долгих поисков спасатели находят девять трупов Исследователи считают, что гора мертвецов Это эпицентр аномальной зоны Которая простирается на много километров вокруг К сожалению, эта аномальная зона не самая большая И не самая страшная в России 11 ноября 1990 года посту в Бесен Мамаев Со своим помощником решают отдохнуть от тяжелого перехода Пройдя 30 метров от проселочной дороги Бесен садится на охапку сена Место, где останавливается Мамаев Пользуется дурной славой И называется Чертово логово Очевидцы утверждают, что после захода солнца По полю начинают перемещаться Какие-то странные светящиеся объекты Вот было над полем Вот мы как стояли И шар такой, ну как, летит, светится Идет И потом луч такой, жук, на поле Прям всех освещает Видать, он комбайн ходит А я просто рядом стоял, он с полем Осветил, мы в бинокль, давай смотреть Что там такое Она пук резко, пук и ушло То, что произошло с Бесеном Мамаевым Дальше не поддается объяснению Пролежав несколько минут на копне сена Он неожиданно поднимается и смотрит в сторону холма На его лице появляется выражение страха Помощник Мамаева тоже рассматривает холм Но не понимает, что так пугает напарника Когда же он вновь поворачивается К Бесену, то видит страшную картину Мамаев лежит на спине Широко раскинув руки и ноги А из его рта идет дым Через мгновение все тело скрывается Под плотной дымовой завесой Помощник пытается Спасти Мамаева Чтобы погасить невидимое пламя Он бросает на него фуфайку На какое-то мгновение кажется, что пожар Прекращается Однако, когда помощник снимает фуфайку То замирает в ужасе Бесен Мамаев превратился в обугленный труп Главное там фуфайки Она фуфайка там А фуфайка тем более Главное еще, знаете, что это Здесь как, ну в одежде был Одежда, она еще Ну здесь класки лежали, да Ну там свитер, там все, все было Здесь даже все вот в этом участке все лежало Согласно протоколу, составленному на месте происшествия Смерть наступила мгновенно В результате резкого обугливания тела Следователи выдвигают версию Мамаев сгорел от непотушенной сигареты Однако, эта версия с самого начала Выглядит совершенно несостоятельной Все очевидцы утверждают Что рядом с телом Не было обнаружено никаких следов огня Бесен Мамаев как будто сгорел изнутри Многие части элемента одежды Остались неповрежденными Из этого следует, что скорее всего Либо он был сожжен Каким-то жестким излучением Ну наподобие того, что используется В микроволновых печках Такое излучение может создать Анало Чертово логово это только часть Более обширной территории На границе Волгоградской и Саратовской областей Которая получила название Космодром Анало В 93-м году, 15 лет назад Когда на этом поле росла кукуруза Мы обнаружили треугольный след вдавленный И следы от опор Местные жители нам рассказали Как видели, что здесь садился большой треугольный НЛО НЛО регулярно появляются Не только над сельскохозяйственными полями Но и над городом Жирновск Стоящим рядом с Синей горой Эпицентром аномальной зоны Которая также называется Синегорье Жирновск Единственный город в России На гербе которого запечатлены Аномальные объекты Синяя гора и НЛО причудливой формы Местные жители считают Их город чемпион По всевозможным чудесам Думаю, что не зря вот это Все эти разговоры Синяя гора, НЛО Какие-то аномальные явления Даже погодные условия здесь Скажем так Резко отличаются от синоптических прогнозов Согласно неофициальной статистике Практически каждый житель этого города Хотя бы раз в жизни видел НЛО Были три светящиеся пятна И они вот приближались Потом останавливались Потом вот что Меня обратило внимание Вот что я обратил внимание То, что они резко исчезали Здесь даже в обычной средней школе Детей учат, как вести себя При встрече с аномальными явлениями Однако действительно ли Эти светящиеся сферы Корабли пришельцев Возможно, всему этому Есть земное объяснение Самая настоящая чертовщина Как и положено Возникает на 13-м километре От Жирновска В этом месте Начинается Дорога Смерти На моей памяти Именно на этом Небольшом клочке дороги Ну, может быть, 100 метров Перевернулось три машины В прошлом году Вот там На обочине Лежал наш Фольксваген Года два назад Здесь чей-то Остов у машины был Заколдованное Сенегорье Словно оберегает тайну И не желает Пускать людей На свою территорию Вслед за Дорогой Смерти Любопытных исследователей Ожидает новое испытание На небольшом подъеме Машины по непонятной причине Останавливаются Словно автомобиль Натыкается на невидимую преграду Здесь водители старались Опять набирать скорость И подниматься И вот как Начинаешь подниматься Начинается появляться Явление, как будто Кто-то Держит машину Не дает ей Выйти на Ну На нормальной скорости Хотя подъем Вы можете обратить внимание Не очень крутой И небольшой Разгадать эту загадку Пока не удалось никому Но если прорваться Через невидимую преграду Возможно удастся проникнуть И в тайну смерти Бесена Мамаева Вокруг этой Медведевские гряды Выходит пласт песчаников С большим содержанием железа И значит Соприкасаясь с поверхностью Этот пласт Выполняет роль Можно сказать Роль проволоки По которой может Протекать электрический ток Ученые считают Уникальная почва Должна как магнитом Притягивать к себе молнии И действительно Если в районе Сенегории Начинается гроза То это не просто гроза А настоящий апокалипсис Небо словно Раскалывается пополам От гигантских молний И нередко бывает так Что молния бьет В одну и ту же точку Как будто небо Пытается прострелить Землю насквозь Но самое страшное Происходит после грозы Когда над землей Поднимаются ярко красные сферы Елена Руднова Однажды оказалась Один на один С таким загадочным объектом Стало страшновато Когда я поняла Что объект начал приближаться Вот Он два раза На моих глазах Стал ближе Вот Насколько он приблизился Мне затруднительно сказать Но он стал крупнее И потом еще раз крупнее Я поняла Что он перемещается При этом пульсирует Ученые уверены Таинственные шары Ничто иное Как шаровые молнии А их странное поведение Охота за человеком Объясняется тем Что такая молния Живое существо Это какая-то иная Плазменная Может быть Такая жизнь Определение которой Мы даже и понятия не имеем Возможно Бесена Мамаева Убила молния Чем бы она ни была Живым существом Или сверхсовременным оружием В руках неизвестного противника Ведь опыты доказывают Шаровая молния Слишком похожа на оружие Созданные с использованием Нанотехнологий Фактически Очень похожая ситуация Создается При создании Современных Наночастичных Вакуумных бомб Но где находится мир В котором уже создано Такое оружие 29 января 1986 года Дальневосточный поселок Дальнегорск Сотни людей Смотрят на небо Где происходит Настоящее Светопреставление Огромный Раскаленный шар Надвигается На поселок Но медленно Пролетев Над крышами домов Странный Светящийся объект Скрывается За сопками Что происходит дальше Видят только школьники Которые занимаются На стадионе Дети становятся Очевидцами Невероятного зрелища Огненный шар Опускается на сопку И тут же отскакивает От нее Словно резиновый мяч Так повторяется Несколько раз Поднимаясь Шар ярко разгорается Опускаясь Начинает доскнеть Наконец он Последний раз Сталкивается с сопкой Раздается глухой звук удара Горизонт Озаряет вспышка На сопке Которая носит название Высота 611 Возникает пожар Но цвет огня Кажется очень странным И вот это горение Они сравнивали С дуговой Электросваркой То есть ну понятно Что костер Конечно так гореть не может И обломки Ракетно-космической техники Так же Валерий Двужильный Первый организует Экспедицию На место падения НЛО Поднимаясь на сопку Люди испытывают Странное головокружение И слабость Преодолевая недомогание Исследователи Все же покоряют Высоту 611 И перед ними Открывается Удивительное зрелище Нас поразило то Что на этой площадке Где падал НЛО Снег полностью отсутствовал То есть он просто-напросто Испарился Температуры были По всей видимости Конечно очень высокие Потому что все было обуглено Все было почерневшее И обратили внимание На то что стоял На этой площадке Запах чего-то резкого Химического Удивительные находки Следуют одна за другой На месте падения Исследователи Обнаруживают Странные металлические шарики Исследования Проведенные в лабораториях Показали Что эти шарики Обладают удивительной Прочностью А о том Из чего состоят Эти таинственные сферы До сих пор Спорят физики И металловеды Шарики Шарики настолько крепкие Что когда мы пытались Раздробить На гидравлическом прессе У нас ничего не получилось Пресс вышел из строя Их обработать можно Только с помощью Специально твердого алмаза Сюрпризы преподносили Даже камни С места падения НЛО Обычные булыжники Превратились в мощные магниты Ученые считают Что для подобного чуда Необходим источник Колоссальной энергии Согласно исследованиям Проведенным украинским Институтом геофизики И геохимии минералов Мощность этого источника Должна превышать 10 тысяч мегаватт Это в два раза больше Чем вырабатывает Красноярская газ Как вся эта невероятная Энергия оказалась Сконцентрирована В 50-ти сантиметровом Огненном шаре А каким образом Инопланетянам удалось Затолкать туда Какую-то мощную Энергетическую установку В две красноярские Гидроэлектростанции Здесь Я думаю, что Любой человек Затруднее не ответить На этот вопрос Однако Этот энергетический удар Не прошел Бесследно для Дальнегорска Вскоре выяснилось Что на многие километры От места падения Огненного шара Образовалась Аномальная зона Май 1986 Пункт наблюдения За полетами Диспетчер следит За светящейся отметкой Заполненный до отказа Пассажирами Боинг Летит в Юго-Восточную Азию Неожиданно Светящаяся точка Исчезает С экрана радара Перепуганный Диспетчер Пытается связаться С пропавшим бортом Но в ответ Только шум радиопомеха Напряжение нарастает Диспетчер уже Собирается объявить О чрезвычайной ситуации И в этот момент Отметка вновь Появляется на экране Начинает работать связь И капитан сообщает Что у них Все нормально Полет проходит В штатном режиме Диспетчер Облегченно вздыхает Однако Через несколько секунд Вновь возникает Чрезвычайная ситуация Еще один самолет Так же неожиданно Исчезает А потом Снова появляется На экранах радаров Что это за зона Мы толком не знаем Но я полагаю Что это все-таки Какой-то Пространственно-временной Коридор Или так называемый Червячный переход Который позволяет РО Очень быстро Проникать в наш мир Складывается впечатление Что самолеты Попадают в этот Временной коридор Который некие силы Приготовили Для своих летательных Объектов Тех что мы называем НЛО Тем более Что меньше чем Через год После происшествия На высоте 611 В Дальнегорске Зафиксировали Целую эскадрилью Неопознанных Летательных объектов 15 объектов Прошло над городом Дальнегорском В частности Над вот этой высотой 611 Зависал один объект И пролетело Три объекта Ну вот То место Где мы снимали с вами Вот эта гора Телевизионная На центром города Завис аппарат На высоте 11 этажного дома Светящийся Конусовидный объект Направляет на землю Мощный голубоватый луч Небесный прожектор Медленно прочесывает Окрестности Дальнегорска Это вызывает В городе панику Люди с испугом Выглядывают из окон И застывают от страха В небе появляются Все новые Загадочные объекты Которые один за другим Зажигают свои прожектора И направляют их На город То есть Ну впечатление такое Что происходил Планомерный поиск Вот этого Упавшего аппарата Спустя 11 месяцев Ну к сожалению Я не могу категорично Сказать что именно Они его искали Это только у них Можно узнать Но факт Остается фактом Многократные сообщения О появлении НЛО Привлекли в район Немало исследователей Аномальных явлений Практически все они Отмечают что это место Способно если не убивать То по меньшей мере Сильно калечить людей Да Ну то есть Я никогда себя не чувствовала плохо И на здоровье Никогда не жаловалась В какие походы Я только не ходила И главное В каким горам Только не лазила Ну вот Чтобы вот Какая-то сопка А мне так плохо стало Как будто я на Эверест Поднимаюсь Тамара Туманова Вместе с другими Исследователями из Москвы Решила подняться На высоту 611 С самого начала восхождения Практически у всех членов группы Опытных туристов Наблюдаются проблемы со здоровьем Кружится голова Холодеют руки и ноги Учащается пульс К счастью для Тамары У нее есть портативный прибор Измеряющий давление Женщина надевает Резиновую манжету на руку И вскоре на экране прибора Появляются шокирующие цифры 200 на 120 У меня никогда не поднималось Давление высоко Ну верхнее максимум 140 Ну чтобы так зашкалило И вот я себя так чувствовала Знаете я вот Удивляюсь как я вживаю И я начинаю расследование Трагическая случайность Или нераскрытое убийство Что скрывают секретные документы О гибели первого космонавта Скрываются огромные тайны Эксклюзивное интервью С супругой Юрия Гагарина Почему Валентина Гагарина Молчала 50 лет Может когда-нибудь и приедет Секретные эксперименты И тайная война с инопланетянами Что за объекты Преследуют военных летчиков Конечно это не шаровая молния Очевидно что-то инопланетное Что оставили неизвестные гости Из космоса На полях Краснодарского края Это похоже на остатки Каких-то пород Возможно От топлива корабля Я расстрою все тайны Абсолютный вакуум Разреженная до минус седьмой степени среда Программа тайны мира Получила уникальную возможность Испытать в этих жестких условиях Многоцелевой космический скафандр Орлан МК-3 Орлан МК-3 Защищает космонавта От любых агрессивных условий Внешней среды Проникновение всех видов волн Надежно экранируется При помощи Новейших технологий Разработанных российскими учеными Для будущего полета на Марс Когда первый космонавт Открыл дорогу в космос Все человечество замерло в ожидании Все ждали встречи с инопланетными видами Советские ученые регулярно отправляли в космос Радионаслания Чтобы установить контакт с другими цивилизациями Радиограммы говорили о величине И СССР Но не в этом суть Ответ был получен Но с неожиданной стороны 12 апреля Этим кадром Аплодировал весь мир Поехали Зрители услышали голос Первого космонавта В истории человечества После возвращения на Землю Гагарин давал интервью Рассказывал о своих впечатлениях от полета Задражал всем своим корпусом И медленно, очень медленно Оторвался от стартового устройства Гагарин говорил о том Как красиво со стороны наша планета Как необычное ощущение невесомости Но что на самом деле увидел Первый в истории человечества космонавт Когда вышел за пределы земной атмосферы Сейчас мы располагаем уникальными документами Которые хранились в архиве президента России Возможно, они помогут нам открыть Если не все тайны космоса То, по крайней мере, загадку гибели первого космонавта То, что космонавты видели вот эти объекты Это однозначно Но теперь надо из них вытянуть эту информацию У меня были душевные разговоры с Георгием Михайловичем Гречко В такой приватной беседе Он кое-что какими-то намеками так мне рассказывал Игорь Барклай считает Что пора отбросить условности Ведь таинственные объекты О которых умалчивают космонавты Могут нести опасность всей нашей планете Необходимо всем сесть за стол И выработать хотя бы стратегию Своего дальнейшего отношения Или построения этих отношений С инопланетными представителями разума Люди, посвященные в секретную часть космической программы И информированы намного больше Мы постараемся узнать Почему военные скрывают правду о космосе Держаться за то, что жизнь только Разумная жизнь только у нас на планете Ну это полнейшая глупость Все, что невозможно объяснить Становится секретным Гагарин отправился в космос Более полувека назад Но до сих пор доступ к документам О первом полете Открыт только для избранных Лишь недавно часть материалов Была рассекречена И касаются они не полета в космос А таинственной гибели Гагарина Попробуем разобраться Что на самом деле произошло В тот роковой день 27 марта 68 года Гагарин отправился в тренировочный полет Вместе с ним вылетел инструктор Командир полка Владимир Серегин Герой Великой Отечественной войны Летчик, совершивший сотни боевых вылетов Однажды он смог посадить самолет У которого не выпустилось шасси Он выходил из таких ситуаций В которых невозможно выжить Но не в этот день Наша съемочная группа Отправляется на место тех событий Мы должны выяснить Малейшие детали авиакатастрофы Многие очевидцы Обратили внимание на необычный объект Который находился рядом с самолетом В момент падения Из-за леса вылетел огненный шар Начал потихоньку двигаться И в это время пролетал самолет рядом Вот одни говорят, что вроде бы Прямо было касание самолет с огненным шаром А другие говорят, нет, касания не было Но было резко сближение Антонович как сказал Летел, говорит, я, говорит, колю дрова Вот Новиков Он лесник был Вот, колю дрова, говорит До мной, говорит, самолет летит Визжит, говорит Я, говорит, поглядел Слышал, говорит, бух Взрыв и о, белый шар Версию местных жителей о том Что на пути опытных пилотов Возникло некое препятствие Подтверждает и военный летчик-испытатель Марина Попович Что-то помешало сильно Помешало Я 625-й Зону 20 освободил Прошу выход к третьему Высота 4200 Ругатель Борисов Занимайте высоту Тысяча со снижением Гагарин сказал Понял И столкновение с землей 45-57 секунд 27 марта 1968 года На месте трагедии Работали лучшие в Союзе Эксперты-криминалисты Они обследовали буквально каждый сантиметр Помимо обломков самолета Они искали следы Другого летательного аппарата Вот цитата Из рассекреченного документа Выводы комиссии Исходя из анализа обстоятельств летного происшествия И материалов расследования Наиболее вероятная причина катастрофы Выполнение резкого маневра Для отворота от шара зонда Странный объект Официально признанная реальность Которую от нас долго скрывали Уходя от столкновения с ним Пилоты и совершили роковой маневр Попробуем поэтапно восстановить картину Последнего полета Гагарина Далее в программе Уникальный эксперимент Раскроет ли разумный космос Тайну гибели первого космонавта Конечно, это не шаровая молния Очевидно, что это ее планет С чем столкнулся Гагарин В последнем полете Не может самолет так перемещаться И впервые за полвека Валентина Гагарина Ответит на вопрос Что же случилось с ее мужем? Я расстроил все тайны Естественно, в зоне регулярных полетов Военных самолетов под Новоселово Ни о каких метеозондах Не могло быть и речи Воздушное пространство Поохраняли и проверяли Очень тщательно Тем не менее, пилоты Перед гибелью Сообщили в радиоэфир О таинственном объекте Исследователи Называют это явление Плазмоид Или солитон Это солитон Безусловно, солитон Вихрь электромагнитный В своей оболочке Который живет своей жизнью Если внутри колоссальная энергия То, конечно, она Имеет возможность Выйти за пределы этого солитона Считается, что подобные Электромагнитные вихри Появляются во время грозы И геологических сдвигов Но в этот день Небо было ясным Землетрясений не отмечено Если иметь в виду Что под НЛО Чаще всего как раз Имеется в виду Вот эти огненные шары То да Можно сказать и так Мы попросили прокомментировать Это происшествие Военного эксперта Александра Плаксина На протяжении многих лет Он занимался Исследованиями плазмоидов И других Электромагнитных явлений Военные ведомства Давно собирают информацию О происшествиях Связанных с этими объектами Возникала метка На экране Сопоставимая с самолетом Она как бы баражировала Преследовала самолет Двигалась по азимуту Двигалась по высоте Потом так же Как внезапно появлялась Так же внезапно исчезала Большинство людей Даже не подозревают Как часто с этим явлением Сталкиваются Современные летчики Для авиации Вот эта проблема Плазменных светящихся образований Является очень актуальной Это значит, что практически Каждый летчик За много лет полетов Встречался с светящимися образованиями Нашей программе удалось найти пилотов Которые согласились рассказать о том Что видели многие их коллеги Но хранят в тайне Военный летчик Андрей Журавлев Рассказал Как однажды чуть не разбился Приняв светящийся шар За посадочные огни Я увидел свечение Как от посадочных фар Но это очень сильное свечение Знаете, такая нарастающая скорость И не может самолет так перемещаться Тем более она висела на одном месте Пилоты рассказывали нам В приватной беседе Что всем им известно Откуда взялись эти объекты Вот только говорить прямо о том Что в небе они встретили Инопланетные корабли Летчики не любят Однако с 70-х годов В ВВС была Секретная директива Обязывающая пилотов Докладывать начальству О каждой подобной встрече Это работа ВГБ Илюшина Я читал документы Летчиков аэрофлота Что сопровождает самолет Тот же Ил-18 Неопознанный летающий объект Конечно, это не шаровая молния Очевидно, что-то инопланетное Итак, объект, с которым столкнулся В небе самолет Гагарина Способен вывести из строя Радио и навигационные приборы Эксперты полагают Что приближение к нему Может повредить рассудок И даже убить Однако в случае с Гагариным Возникает вопрос Почему именно первый космонавт Стал жертвой такого таинственного И необъяснимого наукой явления Что он увидел И почему так дорого За это заплатил Юрий Гагарин и Владимир Серегин В небе над деревней Новоселу Столкнулись с необъяснимой силой Чем-то, что выбило их Опытнейших пилотов из колеи Они не смогли даже катапультироваться Попытки наладить связь С другими планетами Делались на протяжении Всей космической программы Так в 62-м году При помощи мощной антенны В Евпатории Ученые отправили в космос Радиопослание На азбуке Морзе Оно содержало всего три слова Мир, СССР, Ленин Тогда казалось Что эти термины будут понятны В любой точке Вселенной Ученые верили Что где-то рядом Живут другие Похожие на нас люди До сих пор Сигналы обнаружены не были Вот Одна из причин в том Что, может быть, они передают не в радио А какие-то другие сигналы Радиосигналы действительно Не самый эффективный канал связи с космосом Послание, отправленное с Земли Возможно, и достигнет Обитаемых планет Но через десятки тысяч лет Еще столько же Необходимо, чтобы дождаться ответа Самым эффективным способом Связаться с пришельцами Ученые считают Телепатическую связь О том, что она существует Известно с древних времен В мире немало экстрасенсов и телепатов Но мало кто знает Что при Министерстве обороны Существует секретное подразделение В котором Этим Занимаются ученые Здесь разработали Особую методику И утверждают Что научились общаться с космосом По-настоящему Сегодня генерал-лейтенант Савин Руководитель Экспертно-аналитического отдела Управление Генерального штаба Вооруженных сил И его коллега Валентина Иванова Впервые готовы рассказать Про этот Необычный эксперимент Вся информация Которая существует Не только на Земле И на Вселенной Она хранится В особых базах данных космоса Надо договориться С теми, кто охраняет Эту базу данных Чтобы они туда пропустили Либо сами дали Вот эту информацию Человек проходит Специальную подготовку Его задача Научиться отпускать Собственное сознание И настраиваться На космос Чем меньше человек анализирует Проанализировать можно потом А сейчас Чем меньше анализирует Тем точнее Мы получаем ответы На задаваемые нами вопросы Итак У нас появилась Уникальная возможность Сотрудники центра Позволили нам С помощью их контактера Задать Вопросы Пришельцам Тем, кто управляет Таинственными Огненными шарами Тем, кто Возможно Погубил Юрия Гагарина Причина смерти Юрия Гагарина Так, ну больше не уйдет Причина смерти Она была предопределена Изначально Еще до того Как полетели Его никто не забирал Они разбились сами В машине были неполадки Если это так То, вероятно Гагарин увидел Нечто большее Нежели космонавты Полетевшие вслед за ним Мог ли он Рассказать об этой встрече Если да То наверняка Только близким людям Но за 50 лет Они не сказали Ни слова Только нашему корреспонденту Удалось поговорить С женой Юрия Гагарина Впервые За полвека Валентина Ивановна Вышла на разговор Скажите Вот Очень много Вот этих всяких Пишут И говорят Что там Юрий Алексей Чуть-то не приезжает К вам домой Что Пусть пишут Пусть говорят Может когда-нибудь И приедет Все вам будет Далее в программе Как связаны Гибель Первого космонавта Гагарина И летчика Испытателя Балуева Он вышел с фигуры И с креном 70 градусов Ничего не меняя Вошел в землю О чем говорят Таинственные знаки На полях И кто автор Этих пиктограмм Пиктограммы интересные Три круга там были Сенсационная находка Нашей экспедиции Эксперты не понимают Кто оставил Высокотехнологичный материал В чистом поле Это излишки Излишки Гости Из параллельных миров Что оставляют Космические корабли Потерпевшие Крушение На земле Приходилось Пинцетом Потом магнитом Все собирать Металлические детали От этого Разбившегося Я расстрою Все тайны Самолет Первого В истории Космонавта Разбился По вине Необъяснимого С научной точки зрения Явления Машина была Исправна Пилоты Прошли Предполетную Подготовку Единственная Причина Гибели Согласно Официальной Версии Некий Шарообразный Объект Как поведет себя Пилот Если встретит В небе Светящийся Сгусток Энергии На этот случай Нет точных Инструкций Что опасней Подлетать К загадочному Объекту Или резко Разворачиваться Или сохранить Прежний курс Никто не знает Как спастись От шаровой молнии Краснодарский край Станица Отрадная Сюда мы Отправляемся Для того Чтобы изучить Обстоятельства Не менее Загадочной Авиакатастрофы Расследованием Этой аварии До нас Никто Всерьез Не занимался Самолет Под управлением Опытнейшего Летчика Разбился Без видимых Причин Почти Как Гагаринский МиГ-15 Эти места С давних пор Преследует Дурная Слава Сейчас Наша Экспедиция Пройдет По смертельному Маршруту Которым Следовал Разбившийся Летчик Станица Отрадная Маршрут В ту сторону Так Включаем Тумблеры Вот Лента Примерно Так же Летчик Испытатель Анатолий Балуев Вел И свой Самолет Пилота Со стажем Более 30 лет Считали Настоящим Асом В семье Балуева Все Летчики Его Дочь Тоже Управляет Самолетом С ее Помощью Мы можем Узнать Что же Произошло В тот Роковой День Не верилось Что это Случилось Именно Вот С папой Хотелось Видеть его Живым Когда приехали Когда увидели Останки Самолета И папиной Конечно Все стало понятно Тайну гибели Опытного пилота Балуева Пытался раскрыть Его друг Писатель И уфолог Вадим Чернобров Он уверен Разгадка Кроется В необычном Хобби Летчика Балуев Он Стремился Подлететь Поближе К светящимся Шарам Если он Что-то Замечал То Скорее всего Конечно Это были ИНО Возможно Последний Полет Балуева Закончился Встречей С одним Из таких Светящихся Шаров Или Его погубило Другое Увлечение Ведь Летчик Изучал И другое Не менее Загадочное Явление За год До смерти Анатолий Балуев Сделал Сенсационные Снимки Он Первый Заметил Таинственные Знаки Которые Стали Появляться На полях Краснодарского Края Он Вот Изучил Место Где Приземлилась Так сказать Вот ВНЛО Папа Первый Делал Фото Съемку Пиктограммы Интересные Три Круга Там Были Удивительные Такие Мы Полетели С ним Вместе С Агафонычем И летали Фотографировали Вот эти Знаки На полях И он Рассказ Говорит Вот понимаешь Оль Ну не может Быть Это Действительно Так Потому что Мы не Можем Быть Во вселенной Одни Эти Знаки Не Поддаются Однозначной Расшифровке Но Возникают В разных Местах Со Зловещей Регулярностью Исследователи В том числе И военные Называют Их Пиктограммами То есть Символами Которые Явно Что-то Обозначают Обычно Они Появляются Там Где Накануне Видели Неопознанный Летающий Объект В этих Краях Летчики Встречаются С ними Чуть ли Не Каждый День Очень Много Здесь Тема Которая Для нас В общем-то Закрытая Придет Время Конечно Чего-то Мы узнаем Эти две Катастрофы Очень Похожи И Гагарин И Балуев Ушли В штопор На исправных Самолетах И при Хорошей Погоде В обоих Случаях Нет Документов Которые Могли бы Объяснить Случившееся А в Объяснение Которое Лежит На поверхности Просто Трудно Поверить Гагарин Ничуть Он не погиб Может быть Он до сих пор Жил Его Похитили Будем Говорить Темные Силы На месте Гибели Юрия Гагарина Исследователям Делать Нечего До них Здесь Прошли Сотни Хорошо Обученных Специалистов Известных Органов А вот На поляне Где Разбился Самолет Балуева Мы Пожалуй Впервые Изучили Каждый Сантиметр Нам Помогал Николай Цицорин Который Профессионально Изучает Подобные Катастрофы На таких Объектах Обычно Находят Какие-то Странные Породы Например Металл Который При 40 градусах Температуры Просто начинает Плавиться Это достаточно Разнообразная Форма Вот Возможно От Какого-то Внеземного Корабля Мы Отдали Камни Специалистам И Получили Сенсационное Заключение Оказывается В поле Мы Нашли Слитки Кристаллического Кремния В чистом Виде В природе Он Не встречается Зато Используется В сверхсовременных Космических Системах По внешнему Виду Это Кремень Он Не является Частью Осадочных Пород Четвертичного Просхождения А принесен Откуда-то И по возрасту Он Так Приблизительно Полезойский А полезойский Это около Там 430 Миллионов Чтобы получить Кремний В чистом Виде Необходим Как минимум Специальный Завод В Краснодарском Крае Такого Нет При этом Значительный Процент Кремния Содержится В почве Но чтобы Добыть его Прямо На месте Нужны Технологии Которых Человечество Пока Не знает Оказалось Этот Кремень Что удивительно Он магнитный Вот этот кусочек Да Вот этот кусочек Вот он Горячий был Это значит Внутри Примеси Какие-то Есть Для Для каких Целей Инопланетному Кораблю Понадобилось Это Вещество Чтобы Разобраться Как устроен Инопланетный Корабль Наша Съемочная Группа Отправляется В Приморский Край Здесь В 1986 Году Произошло Уникальное Событие Потерпел Крушение Неопознанный Летающий Объект И спецслужбы Не смогли Полностью Скрыть Этот факт 29 Января На вот эту Высоту Упал Металлический Шар Здесь находились Девчонки Которые катались Здесь на льду И они видели Как шар Медленно Поднимался И опускался В течение Получится Шесть раз Вот здесь На этом месте Я находил Металлический Шарик Приходилось Пинцетом Потом Магнитом Все Собирать Металлические Детали От этого Разбившегося Луна Сначала Валерий Двужильный Опасался Что обломки Заберут Сотрудники КГБ Которые Вскоре Прибыли На место Падения Неопознанного Летающего Объекта Однако Валерию Разрешили Оставить Себе Несколько Фрагментов Впоследствии Он отправил Их на Экспертизу Сразу В несколько Лабораторий По всему Миру Результат Не вызывает Сомнений И подтвержден Документами Исследованное Вещество Имеет Внеземное Происхождение Здесь находится Самая Большая Ценность Это Кусок Обшивки От НЛО Валерий Двужильный Уверен Светящиеся Шары Сгустки Энергии Которые Ученые Называют Плазмоидами Всего Лишь Видимая Часть Инопланетных Кораблей Выхлоп Из Двигательной Установки Далее В программе Чем Закончилась Встреча Николая Второго С шаровой Молнией И почему Сгустки Энергии Атакуют Телецентр Останкино Цвет Менялся От ярко-желтого До Пурпурно-желтого Цвета Что за Ангелы Летают Над городом Красный Лиман И чем Приглянулись Пришельцам Промышленные Районы Донбасса Это было Вот вдоль Неба Такое Как огненный Меч Ангел Кто метнул Копье Зевса В жительницу Города Энгельс И как Выжить При ударе Шаровой Молнии Раскат Грома Прогремел Прям страшный Я расстроил Все тайны Ученые До сих пор Не могут Дать объяснение Природы Шаровых Молнии Светящийся Шар Сгусток Энергии Примерно Так Их Описывают Очевидцы История Знает Лишь Несколько Случаев Когда Человеку Удавалось Выжить При столкновении С ними Но Те Кто Выжили Открыли В себе Сверх Естественные Способности Шаровые Молнии Молнии Высокие Которые 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 Находятся В трехстах Метрах От Останкинской Телебашни Он Направлялся С определенной Скоростью И внезапно Он действительно Столкнулся С церковью Останкино Высокотехнологичный Комплекс Который По идее Надежно Защищен От попадания Молнии Но Шаровые Молнии Уже Не первый Раз Атакуют Именно Храм Востанкино Действительно Как шаровая Молния Залетела И вот Какие-то Какой-то Урон Небольшой По крайней мере Испуг Какой-то У прихожан Был В 2011 Году Многие Жители Города Краматорска В Украине Видели В небе Сияющий Шар В городе Его тут же Окрестили Ангелом Над Лиманом Я сначала подумал Что это солнце Так светит Но солнце Оно круглое А это было Вот вдоль Неба Такое Как огненный меч Ангела Что ли Таинственное явление Повторялось Несколько дней Так что Увидеть его И поснимать На камеры Мобильных телефонов Успел Почти весь город В Красном Лимане Сняли шаровую молнию Именно Видео Ангела Видео Тоже Выложили Это было Где-то Или в 2010 Или в 2009 Я не помню Искусственные Шаровые молнии Созданные В лабораториях Ведут себя Совершенно иначе По физическим Свойствам Они идентичны Природным Плазмоидам Но последние Словно бы Имеют Зачатки Разума Действия Шаровых молний И правда Вполне Осмысленны Одних Они убивают Других Других изучают К третьим Прикасаются А у кого-то Просто вырывают Куски плоти Мария Мертина Педагог Из детского приюта В городе Энгельсе Саратовской области Показывает Отметины Которые Оставила На ее теле Шаровая молния Древние Древние Называли это Копьями Зевса Современные Ученые Недалеко Ушли От античных Коллег Они не могут Объяснить Что именно Произошло С девушкой Неожиданно Вот где-то Вот вдалеке Ну Примерно Вот где Вот Деревья Туда вот Немножко Подальше Сверкнуло Очень ярко Потом вот Громыхнуло И вот на этом моменте Я больше ничего К сожалению Не помню Но такая была Яркая вспышка И очень Вот раскат грома Прогремел Прям страшный Год назад Мария И ее муж Ехали на машине По пустой трассе Их ослепила Внезапная вспышка С неба сорвался Огненный шар И пролетел Между супругами Удар был Такой силой Что автомобиль Задымился Мой мозг Отключился Сознание Вот полностью Без сознания И еще после этого Я два дня Пробыла в реанимации В бессознательном состоянии На теле были ожоги На руке Вот На теле На голове Шрам Я сначала не поверилась Что такое Может быть Вообще Мощнейший Электрический разряд Убивает человека За долю секунды Но смертельный удар молнии Пришелся на образ Божией Матери На груди у Маши От иконы Практически ничего не осталось Мария считает Икона спасла ей жизнь У меня вот было две цепочки Вот у меня осталось Буквально вот такой вот огрызочек Далее в программе Какие угрозы Несут человечеству Инопланетные технологии И смогут ли военные Защитить Землю Нашу Землю рассматривают Как лабораторию Для испытания Землям Людей Кто принес жизнь На планету И какие тайны Скрывают метеориты Прилетевшие Из глубин космоса Когда он упал Распространился Сильный запах Органических веществ Зачем советские моряки Изучали загадочные Объекты в море И почему Описания этих встреч До сих пор Засекречены Эскадра такая Вот наблюдала В море Выход свечения моря Затем выход Такого диска Диаметрия 70 метров Я раскрою Все тайны Наша программа Расследует обстоятельства И причины гибели Первого космонавта Планеты Земля Юрия Гагарина И последовавших Затем событий Мы выяснили Секретные ведомства Почти полвека Собирают данные Обо всех таинственных И необъяснимых событиях Происходящих на Земле На борьбу с инопланетными Угрозами Бросили лучшие умы Советской армии В регенштабе Появилось секретное Экспертно-аналитическое управление Которому была поставлена Задача Подслушать Переговоры инопланетян Оказывается Основания Для создания Такого подразделения Появились еще до начала Космической гонки Военные моряки Часто сообщали своим командирам О таинственных объектах в море Описывали огромные дискообразные машины Которые взмывали из-под воды Эти объекты обладали Сверхманевренностью Недоступной Человеческим творениям Но только сейчас О работе секретных подразделений Согласились говорить Сами военные Первая официальная структура По изучению Неопознанных космических объектов Была создана на флоте Ежемесячно делались сводки Начальнику главного разведывательного управления В комитет государственной безопасности То есть эта деятельность Была официально признанной Секретное подразделение Открыли при генштабе Военно-морского флота Вот по какой причине Именно в воде Вдали от людей Корабли-пришельцы встречались Чаще всего Таким образом Появилась версия о том Что НЛО Используют водоемы В качестве Естественного укрытия Эти машины Способные летать И находиться под водой Именно во время всплытия Их чаще всего Замечали моряки И вот когда Поступает доклад о том Что там Эскадра такая Это вот наблюдала В море Выход свечения моря Затем выход Такого диска Диаметра Диаметра 70 метров Данные со всех Подразделений армии Попадали К очень узкому Кругу лиц Бывший полковник Ракетных войск Виталий Правдивцев Говорит, что Наши военные Многому научились Наблюдая за пришельцами Люди занимаются Они прекрасно Это знают И они, конечно Афишировать это не будут Космос общается На другом Уровне Эксперты говорят Что подобными Исследованиями Занимались И в США Их главным Источником Познания В первую очередь Являлись Полеты в космос Проследить Ход событий Мы можем И без доступа К секретным документам Весь мир с интересом Следил за космической гонкой Советский Союз Запускает в космос Человека А следом США Беспилотные корабли Отправляются На Луну Венеру И Марс И все эти годы Под крылом Генштаба Работает Секретный отдел Аналогичные центры Были созданы Приамериканской НАСА А странные Объекты Вдруг стали Преследовать Ученых Которые Выполняли Секретные Заказы Армии Профессор Владимир Никитский В свое время Участвовал В лунной Программе СССР Видел космический корабль Видел там Экипаж НЛО-нафты Немного были Отлично Большие глаза Ученые Сколы Без скафандров Но существуют Параллельные миры И поэтому В других измерениях Параллельно С нашей цивилизацией С нашим миром Может быть Жизнь Не так давно Весь мир узнал О сенсационном Открытии Ученых В Великобритании Они много лет Занимались Исследованием Метеоритов Их внимание Привлек Известный Крупный Метеорит Под названием Мерчисон Он упал В 1969 В 1969 В Австралии Люди Которые Присутствовали При падении Метеорита Говорили Что когда он Упал Распространился Сильный запах Органических Веществ Ученых Давно Интересовали Именно Такие Метеориты Содержащие Органические Соединения Этот факт Указывает На то Что Жизнь На Землю Скорее всего Попала Вместе С одним Из таких же Космических Осколков Но Мерчисон Оказался Особенным Эксперты Пытались Исследовать Его и раньше Но лишь Несколько лет Назад Появились Технологии Способные Разложить Химический Состав Буквально На Молекулы Ученые Обнаружили Что он Содержит Органические Вещества Аминокислоты Амидокарбоновой Кислоты Вещества Которые Светельствовали О наличии В нем Жизни Мы Буквально Разбивали Его на Фрагменты Для того Чтобы понять Родительскую Структуру Чтобы прочитать Код Химической Эволюции Которая Происходила В Солнечной Системе И которая Могла Стать Источником Жизни Тщательный Анализ Метеорита Мерчисон Упавшего В 1969 Году Показал В нем Содержится Генетический Код Человека Ученые Задались Вопросом А могут Ли Такие Жи Метеориты Занести Жизнь И на Другие Планеты Все организмы Строятся По очень Похожим Моделям Мы Используем Нуклеиновые Кислоты Мы Используем Захара Мы Используем Липиды Мы Используем Аминокислоты Например Протеины И к удивлению Вся эта химия Отражена В метеоритах В нас Содержатся Все те Органические Соединения Которые Содержатся В метеоритах Что Наводит На мысль О взаимосвязи Между Неземной Жизнью И вероятным Происхождением Жизни На земле То есть По сути Происхождением Человека Существует Теория Согласно Которой Жизнь Во вселенной Не возникает Сама По себе Возможно Ее Точно Споры Космические Объекты Переносят От планеты К планете И возможно Делают это Вполне Осознанно Воплощая Некий Замысел Галактического Размаха Нашу землю Рассматривают Как лабораторию Для испытания Землян Людей На земле Проводится Эксперимент Естественно Что меня Заинтересовало А кто Его осуществляет А кто За ним Наблюдает А какая Его продолжительность Но в таком Случае Выходит Что наши Инопланетные Гости Приходятся нам Дальними Родственниками Носителями Похожего ДНК Но для Каких Целей Поставлен Этот Эксперимент С помощью Этих НЛО Те Кто Наблюдают За развитием Нашей цивилизации Наблюдают Что мы Делаем Какие Новые Виды Оружия Изобретаем Испытываем Как мы Наказываем Сами себя Взрываем Атомные Бомбы Везде Ведется Контроль Военные Признают Факт Угрозы Но очевидно На сегодняшний день Нам нечего Противопоставить Технологиям Которые Опережают Человеческие На миллиарды На миллиарды лет Это проблема Уже Ни одного Государства Это Межгосударственная Проблема Мы должны Сейчас Спрогнозировать И предложить Варианты Взаимоотношений С возможными Инопланетными Объектами О реальности Космической Угрозы Сейчас говорят На полном Серьезе Популярный Международный Проект Викиликс Подтвердил Что вторжение На землю Инопланетян Разведчиков Уже началось Если верить Этой информации Боевые Космические Корабли Уже Зафиксированы Навигационной Системой Базирующейся На Аляске Возможно Это и есть Финал Эксперимента Который Проводили Те Кто Занес Жизнь На землю Здесь Первые Космические Аппараты С которых Началось Покорение Космоса Сейчас Кажется Что эти Машины Устарели Но это Не так Самые Амбициозные Пилотируемые Аппараты Были разработаны В начале Космической Эры Покорители Космоса Строили Грандиозные Планы Отправить Человека На Марс На Венеру За пределы Солнечной Системы Но необъяснимые Силы С которыми Столкнулись Первые Покорители Космоса Заставили Умерить Амбиции На сегодняшний день Планы Космических Сверхдержав В основном Сводятся К беспилотным Полетам Спутникам С которых Все начиналось Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok